Многие все ждут принца на коне. Без коня даже пофиг принц. Ищут его. Но они почему-то забывают, что наши принцы либо дураки, либо женятся на лягушках и дурочках. У нас в стране часто бывает так, что семья это бабушка и внуки, так как родители на работе. А некоторые папы вообще бывают дома один раз в полгода. Так выглядит современная семья. Мама, дети и какой-то дядька, приезжающий раз в полгода, которого надо назвать папой почему-то. Многие женщины очень требовательны к своим мужьям. Строги. Ищут богатых. В стране, где нищеты полным-полно. В стране, где не так уж и много бизнесменов, олигархов. В стране, где у него у каждого папа не в стену и магнат. В стране, где малые бизнесы раздавят и не спросят кто-то. Жены требуют от мужей больше, чем они могут. Чем они могут, да? Снисти планку, да, снисти. А то порой слушаешь и очень удивляешься. Она родилась, видите ли, не на помойке, а родители ее воспитали не для того, чтобы она вышла замуж за слесаря. Ей нужен принц богатый, со всеми благами. Благами. А сама при этом палец о палец не ударила. Ничего не сделала. Определитесь, дамы. Жизнь тяжелая штука. Вы хотите ее усложнить еще больше. Помните, вас тысяча на одного. Кто желает? Принца богатого. А ему вы нужны? О, есть тысяча баб, которых можно опыть и все. Жениться, да нахрен нам? Деньги на тебя отдавать нетушки, дорогуша. Ну вот. Где гарантия, что принц выберет тебя из тысячи? Конкурс такой. Вот такое место. Наверное, место вакуантное, да? Конкурс большой. И не в факту ты попадешь. У нас в стране нет многоженства. А русская женщина? Представьте гарем из русских женщин с русским. Ну, богатым мужиком, ладно, хер с ним. У меня триллионер там вообще. То есть располагает финансы. Женился он. Будут ли женщины терпеть? Конкуренции даже. Пускай официально жена старая ответит. Женщины русские не любят делить одну сосиску на толпу. Нет, сосиска должна быть ее. Так что задумайтесь, девочки наши. Прежде чем искать принца, надо выбирать нашего мужика. Есть квартира, все. У мужика есть будущее. Будущее для тебя, для твоей семьи. Есть кровь над головой, и это важно. Пускай стабильный заработок, 20 тысяч, но он есть. Возможно, сейчас, 5 лет, 10, этих 20 тысяч. Плюс ты работать будешь сама. Тоже 20-ка, 30. Сейчас уже не так страшно, если женщины получают больше мужчины. Это уже норма. Давно. Можно жить. Главное, чтобы был кровь над головой. И все. Остальное, как говорится, прибудет. Так что, да, мы не ищите принцов богатых на Ламборджини, на Бугатти, на Бентли. По матросе ты бросишь, это факт. Такого трудно зацепить, чтобы он за тебя прям держался. Он же мажор. Все. Пока.